Компьютерная клеточная медицина. Лаборатория наша была создана около 10 лет назад и занималась. И сейчас занимается в основном проблемами сердечными, такими как кардиомиопатии, инфаркты, фиброзы, ритмии различные. Глобально у нас в лаборатории есть два департамента, скажем так. Есть департамент сухой, так называемый, где занимаются компьютерным моделированием и нейронными сетями. Компьютерная моделирование занимается тем, что, собственно, пишут клеточные модели компьютерные. И эти модели помогают нам в зависимости от различных условий моделировать ткань сердца, то, как она проводит электрофизиологический сигнал электромеханический. Вот этим всем занимаются ребята, которые в сухом департаменте. И нейронный проект с нейронными сетями, который занимается у нас тем, что учат нейронные сети распознавать на снимках МРТ участки с фиброзом и без фиброза. И это все впоследствии вольется в программное обеспечение, которое будет помогать хирургам принимать лечение во время операции, во время лечения этих самых фиброзов и так далее. Здесь у нас на третьем этаже мокрый департамент располагается. У нас есть глобальные два кабинета. В одном кабинете мы работаем с сколовыми клетками и с человеческими клетками. Это такие культуры, которые требуют особой стерильности, особых условий чистых. Поэтому туда нужна своя сменка, свои палаты. Поэтому, соответственно, мы туда прийти не сможем. Мы войдем в другой предмет, где мы тоже занимаемся и клетками, и операцией на животных в работе. Лидиальные просты, там много что можно услышать. Спасибо. 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 Мы хотим исследовать строение клетки, какие белки в ней есть, каким образом они клетки расположены. Мы проводим химический анализ, вводим антитело в клетку, она сама вводится, антитело несет на себе флуоресцентную метку. Затем мы этот образец ставим в конфокалу и лазер, скажем так, светит направленным пышком на образец, наставляет метку флоресцировать и на экране все это визуализируется и мы получаем вот такие вот картинки красивые. Это все клеточные культуры, вот разными цветами у них разные белки, с которыми разные антитела и вот такие вот картинки очень много позволяют сказать о том вообще какая это клетка, зрелая она, незрелая, какие у нее особенности строения, какой у нее цитоскелет, есть ли у нее ядро. Очень много что можно сказать по этому анализу, поэтому она очень важная, она очень много когда проводится, узналы очень любят его публиковать. Я понимаю, да, там еще очень много чего тоже интересного, поэтому... Да, ну в общем-то если есть вопросы... На каких курсах...